Партия коммунистов Как нам стало известно, спецслужбы правящего режима, конкретно службы информации и безопасности, а также Генеральная прокуратура, готовят серьезную спецоперацию по дискредитации партии коммунистов и ее лидеров. Мой брифинг преследует одну задачу сорвать эти планы. Первое. Нам стало известно, что служба информации и безопасности и прокуратура, в частности господин Кочу, оказывают в настоящее время жесточайшее давление на активных участников погромов 7 апреля 2009 года, на представителей праворадикальных организаций, в частности таких как Ноадрявты, для того, чтобы они указали под давлением на свою связь в тех событиях с партией коммунистов. Давление, видимо, оказалось слишком сильным, поскольку один из представителей этих экстремистских организаций, с нашей точки зрения, видимо преодолев какую-то свою естественную неприязнь к партии коммунистов, и в частности ко мне, обратился при помощи социальных сетей и в подробностях изложил, скажем так, содержание допросов и все обстоятельства дела. На следующий день, то я вчера, мой аккаунт в Фейсбуке был закрыт, оказался недоступен. Видимо, эта переписка не оказалась, не стала секретом для наших спецслужб. Второе. Нам точно известно, что аналогичного рода показания выбиваются сейчас у задержанного гражданина России Багирова. Более того, насколько нам известно, его заставляют дать письменные показания о том, что он, во-первых, действительно являлся активным участником событий 7 апреля 2009 года, и, во-вторых, все инструкции получал, догадайтесь, в трех раз от кого, вот, от Марка Ткачука. Я не знаю, каким образом можно, конечно, получить доказательства всего этого, поскольку о данном субъекте с указанной фамилией я сам, равно как и вы, в большинстве своем узнал несколько дней назад. Третье. Нам стало известно, что спецслужбы режима подготовили подразделения провокаторов, которые должны были внедриться в наши уличные акции протеста, которые власть ожидала и продолжает ожидать со дня на день. Они должны были спровоцировать наших сторонников на действия, аналогичные тем, которые предприняли их сторонники два года назад. Эта информация проверенная и перепроверенная, она в значительной степени повлияла на наше решение на время приостановить готовящиеся уличные протесты до полного и поименного выявления всех задействованных режимом провокаторов. Республика Молдава страна небольшая, Кишинев тоже город небольшой, с этой задачей мы справимся. Все указанные факты являются своего рода диагнозом власти, находящейся в состоянии полной моральной профессиональной прострации. Очевидно, что любые возможные шумные признания, которые фабрикуются сегодня в следственных изоляторах и которые могут прозвучать на следующей неделе, будут ничем иным, как еще одним преступлением режима. Преступлением, которым попытаются скрыть другое, не менее тяжкое преступление, более тяжкое, каковым является событие 7 апреля, попытка государственного переворота. Возможное отсутствие этих громких заявлений, чистосердечных признаний на следующей неделе будет говорить лишь об одном, о том, что мой сегодняшний брифинг достиг цели. Спасибо вам большое за наше общее дело. Я могу ответить на два вопроса. Вы утверждаете, что с Багировым вы не знакомы. И откуда вы узнали о том, что из него побивают? Значит, не то, что я утверждаю, аргументов и доказательств в принципе не может существовать ни прямых, ни косвенных, ни информационных, ни письменных, ментальных, астральных контактов. Ни между мной, ни между ближайшим окружением, так сказать, партии коммунистов, ни на тот период, ни на этот. Что же касается, откуда я узнал, я выражаю, я забыл сказать большое спасибо вам за подсказку. Я посредством средств массовой информации выражаю огромную благодарность всем представителям указанных выше структур за то, что несмотря на то, что они действуют и в Генеральной прокуратуре, и в Службе безопасности информации, они продолжают служить закону, а не начальству, они продолжают служить Конституции и Республики Молдова. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за содействие. Вы говорили, что говорили с Теленом Ноадряфтом, вот этот парень, да, который вы говорили? Я не говорил, он мне прислал информацию. Я никогда с ним не говорил, никогда с ним не виделся. А он представился что из... Ну да, он в социальных сетях хорошо известен всем вам. Я назову его фамилию только представителем... Это был второй вопрос и последний, извините вас. Нет больше возможности его задавать. Значит, я назову его фамилию и с удовольствием представителем органов правопорядка, если они заинтересуются моим выступлением. Более того, я скопировал его послание. И, кстати говоря, разослал еще по целому ряду электронных адресов, предвидя возможности провокации и прочее. Спасибо за внимание, за ваше содействие. До свидания.